карьеры часто используются как свалки для радиоактивных отходов не санкционированные свалки и сегодня мы с вами в окрестностях поселка паши я здесь есть несколько карьеров оставшихся после добычи алмазов которые как говорят местные жители используются для свалки радиоактивных отходов прибывающих на местный металлургический завод но не переработанные а просто сваленные в эти карьеры посмотрим так ли это на самом деле бытовой мусор здесь явно присутствует но это не имеет никакого отношения к радиации а вот и один из карьеров до жутковато зрелище конечно смотрите чем он заполнен неизвестно присутствует такой химический запах я бы сказал нефтепродуктов и похоже тоже по цвету больше похоже на нефтепродукты наш дозиметр показывает нормальный 11 сотых микрозиверта в час несмотря на то что поверхность вроде как затвердевшие вставать на нее небезопасно буквально несколько лет назад как мне рассказал один из местных жителей здесь корова провалилась в эту жижу и тоже не назвать ну вроде ноги ноги такие это держат ноги то держит терпит но кто его знает кто его знает тут вот похоже кто-то уже остался без колос вчерашний день был тошен и нету в мире колоска карман который не был не положен на дне болота нет костра лишь пара смугленьких галошин пугают черных пиявок и тех кто ими брошен ведь мимо проходящий давно бы был взъерошен увидев мертвеца в болоте без галоши вот я обошел уже почти пол бассейна этого половину карьера и ничего самый большой фон который был мной зарегистрирован это 12 сотых микрозиверта в час в основном держится вот такой 8 сотых микрозиверта как и во всех остальных местах примерно ничего новенького никакой повышенной радиации обнаружить здесь не удалось на краю карьера где же я творите обнаружил такие вот штуки это явно отход для тех из литейного производства я так понимаю что это скорее всего пробка которая образуется при остановке дом на вот и решил ее попробовать тоже измерить что нам здесь покажет прибор а вот здесь смотрите облицовка есть сохранилась облицовка это видимо футеровочный кирпич сейчас его попробуем тоже смотрим 9 11 смотрите сразу скакануло но и по индикатору видно индикатору фиксируемых частиц что частицы чаще фиксируется 13 это больше чем я вообще видел в данной местности 17 сотых микрозиверта в час 18 19 ничего себе вот где основной это источник радиации оказывается так вот пошло усреднение сейчас посмотрим какой тип излучения здесь присутствует гамма бета или альфа но у нас бета плюс альфа условно будет если переключаем наш прибор в режим измерения вот он сразу нам показал гамму пока 9 сотых 12 сотых ждем сейчас пока наберется стаканчик пройдет полный цикл измерений и тогда у нас будет уже нормальная величина в режиме измерения наши показания достигли только 13 сотых микрозиверта в час был прострел небольшой но вот выше они не поднялись бета-альф отсутствует только гамма-излучения ну что ж пока у нас наиболее радиоактивным оказался по иронии судьбы не бассейн который предполагался быть радиоактивным а вот этот отвал доминого производства за моей спиной но этим карьеры не заканчиваются они дальше продолжаются там еще есть свалки мусора и сейчас мы конечно по ним тоже пройдемся вот у нас еще шлакоподобная такая масса металлосодержащая видимо с повышенным фоном в общем все что я пока сегодня нашел с повышенным радиационным фоном это все продукты доменного производства но сразу скажу что хотя радиационный фон и повышен относительно естественного фона но он в пределах допустимого поэтому если не спать не жить в этих местах то все хорошо и в этих местах я имею ввиду вот именно именно вот здесь здесь вот где эти доменные отходы складировались а вот здесь видна целая система слива по которой шлам сливался в бассейн карьер видите такая такой колодец у нас идет и там снизу трубы и все это сливалось в этот карьер затапливалась водой но опять же никакого радиоактивного фона именно вот эти черные мазутообразные отходы не имеют вот смотрите 8 сотых микрозиверса в час 9 все дальше не повышается о 10 пошло сглазил но надо учесть что снизу находится у нас металлургический шлаг вот здесь это видно как раз в разрезе отходы металлургического производства и вот мы только значит смотрите уходим до поворачиваемся и у нас пошел набор высоты эти сразу пошел набор высоты набор значения это я так называю на 13 сотых микрозиверта вот еще один первый самый большой по площади карьер заполненный мазутом я уже немножко осмелел хожу по нему нормально вроде человек он держит и опять же друзья ничего в кармане у меня дозиметр 0,07 микрозиверта в час кого по 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 КОНЕЦ Когда опускаешь вот так на уровень пояса примерно, он набегает чуть побольше. 0,8, 0,9 бывает. Все. Больше нет. Так что это никакой не радиоактивный шлам, а обычный мазут. Об этом мне сейчас еще женщина одна сказала. Встретил я пашистскую женщину. Это обычный мазут. Когда сливали, к сожалению, она не знает. Я тоже не знаю, потому что первый раз я был в этих местах. Так, сколько пацаном мы были? Это в 80-е годы. И это все уже было. Это все уже было слито. Вот оно, конечно, не такое еще было. Были видны лужицы, воды. Не настолько сухое все было. Ходить по нему было нельзя, но уже было слито. То есть это еще с советских времен. Как я уже сказал, единственным источником радиации здесь, скорее всего, так и будет считаться доменное производство. Отходы доменного производства. Поэтому я бы не рекомендовал использовать шлак на цыпку домов, на фундаменты и прочее. Вот. А так все хорошо. Все хорошо. Итак, вечереет целый день. Мы убили на поиск радиации, но достойного трофея так и не нашли. То есть сказка, я считаю о том, что на завод привозят радиоактивные отходы, которые не утилизируются, а куда-то там сливаются. Это все и есть сказка. Ничего такого нет. По крайней мере, мне выявить не удалось. Везде фон более-менее нормальный, исключая отходы литейного производства. Все. Но почему литейное производство фонит, это попробуем выяснить. Причем, что интересно, фонит не только современное литейное производство, если вы сейчас подумаете о том, что переплавка идет железо, которое имеет радиоактивный фон, но и, как понятно, отходы старого производства. Я думаю, здесь какой-то накопительный эффект по радиации, потому что она содержится не только в радиоактивных минералах, а практически во многих минералах, которые сжигаются во время выплавки чугуна. И вот так со временем накапливается. Потом это очищают, выбрасывают, и получается то, что получается. То, что мы нашли. Надеюсь, вам было с нами на нашей охоте интересно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok